Всем привет, друзья! На связи снова канал за нами живых или непростая сегодня тема для обзора и уж точно не ограничится одним выпуском. В официальных СМИ мы с вами привыкли видеть новости, которые призваны вызывать какую-то гордость. Мол, снова выяснилось, что в Казахстане один из самых дешевых бензинов в мире. Нашу выставку экспо похвалил какой-нибудь никому неизвестный эксперт. Наши спортсмены завоевали столько-то медалей на таких-то соревнованиях, а через 20, 30, 50 лет или когда-то наша страна уверенно войдет в список самых развитых экономик мира и бла-бла-бла. А есть статистические выкладки, которые не особо тиражируются. Например, по месту нашей страны в рейтингах свободы слова и коррупции, материнской смертности и лидерству в Центральной Азии по количеству суицидов на 100 тысяч человек. Нет, новости об этом появляются, но зачастую не на главных страницах, да и в формате голого факта, без поиска первопричин. Сегодня мы начнем говорить о суицидах чуть-чуть глубже. А я понимаю, что такие выпуски обречены на небольшое количество просмотров, это простая психология и здесь даже некого винить. Большинство предпочитает как бы не обращать внимания на темы и людей, которые их вроде как не касаются. Малоимущие, инвалиды и вот самоубийцы. Ну а что, кстати, последних, то тут как бы это страшно не звучало, нельзя зарекаться. Кто точно может знать, нет ли подобных мыслей у ваших близких и как можно исправить ситуацию? А нет, не подумайте, что я включаю тут моралиста и пытаюсь грозить пальцем и говорить, ай-яй-яй, какие вы эгоисты, только о себе и думаете, а на остальных вам плевать. Нет, еще раз подчеркну, это психология массы, это не сказать, что очень нормально, но вполне объяснимо. Тем не менее, когда эту тему мне для выпуска предложила журналистка Асем Жапишева, мне она показалась интересной и на самом деле важной. Асем подготовила некоторую статистику, которой я хочу поделиться. Что именно толкает людей раньше уйти из жизни? В ближайшие несколько минут мы только начнем об этом говорить. Поехали. Итак, давайте сначала обратимся к цифрам, которыми меня снабдила Асем. Действительно, несмотря на то, что по количеству населения мы занимаем лишь 64 место в мире, по количеству суицидов на 100 тысяч человек мы привычно занимаем место в первой десятке стран, как минимум последние лет 15. Во-первых, данные по суицидам зачастую отражают абсолютное число происшествий, однако позиции стран в рейтинге могут меняться кардинально. Хоть на властях часто и говорится, что Казахстан лидирует по самоубийствам, но на самом деле, если разделить, например, пополам, то можно увидеть, что лидируем мы по мужским и подростковым суицидам. Четвертое место. По женским суицидам Казахстан на 28 месте, что тоже высоко, если учитывать, что в рейтинге участвуются 83 страны, однако все же не в пятерке лидеров. Вообще, если нарисовать типичный портрет самоубийцы в Казахстане, то им окажется мужчина из сельской местности в возрасте 35-44 лет. Второе. Если рассматривать данные не по половому или возрастному признаку, а по географическим критериям, то самый большой показатель смертности в Северо-Казахстанской области. 47 случаев на 100 тысяч населения. Это примерно в два раза больше, чем в Карагандинской, при условии, что в ЭКО по площади плотности населения вдвое меньше. Самый низкий уровень в Астане 7,2. В Алматы средний 13 человек. Здесь нужно обратить внимание на то, что Россия традиционно входит в топ-3 стран по суицидам, а области Казахстана, лидирующие по самоубийствам, находятся как раз на границе с Россией. Ну и третье. В чем причина такого большого количества суицидов именно среди мужчин среднего возраста? Это, кстати, не только тренд Казахстана, но и всего мира. Несмотря на то, что попыток суицида гораздо больше совершают женщины, именно мужчины лидируют по количеству смертей. В чем причина? По данным ВОЗ, существует по меньшей мере 800 причин для самоубийств. В Казахстане в топе причин чаще называют одиночество и финансовые проблемы. Хотя, опять же, вопрос. И одиночеством, и финансовыми проблемами могут одинаково страдать как мужчины, так и женщины. Последнее, особенно если речь идет о матерях-одиночках. Но все равно мужчины, как я уже сказал раньше, распячущие женщины накладывают на себя руки. И вот дальше из-за недостатка данных нам приходится только предполагать. Так вот, есть предположение, что на Казахстанске, как и на других мужчин постсоветского пространства, сильно давят традиционные гендерные роли и, как говорят некоторые исследователи, обратная дискриминация. Что это значит? Если в наших странах права женщин зачастую ущемляются и пока о равноправии говорить не приходится, то, с другой стороны, на мужиков общество с самого детства накладывает ряд обязательств. Ты мужчина, ты должен обеспечивать семью. Жена пусть будет дома с детьми, а ты будь добр. Содержи, накорми, одень. Не только свою семью, но зачастую и своих родителей, а часто и родители и супруги. Я не буду сейчас рассуждать на тему, правильно это или неправильно, не об этом речь. Это просто данность нашего общества. Такой довольно мощный груз ответственности на мужиках лежит на самом деле. Плюс плевавьте к этому, что выплескивать эмоции теми же слезами у наших мужиков как бы не принято. Не особо принято и жаловаться дома, на рабочее начальство или наоборот, на работе жаловаться на семейные терки. Все это в итоге копится и часто приводит к тому, что руки у многих мужиков тянутся к стакану. И в целом, да, специалисты отмечают, что злоупотребление алкоголем и другими психоактивными веществами провоцирует психические расстройства, которые в свою очередь и толкают людей к самоубийствам. Кстати, да, что касается психоактивных веществ, есть версия, что области, где в Казахстане чаще накладывают на себя руки, совпадают с так называемым казахстанским героиновым путем. Что еще можно отметить? На самом деле, как бы простые факторы. На севере холоднее. Нет, разумеется, сам по себе снег за окном не является причиной. Но при равных условиях, как, например, у врачей и учителей, они одинаково зарабатывают на юге и на севере страны. Да вот только северянам приходится больше тратить на коммунальные услуги, и теплую одежду, да и элементарные овощи и фрукты там существенно дороже. То есть в казахстанских реалиях жить на севере реально сложнее, чем на юге. Еще момент важный, но который требует очень серьезного изучения, это религиозный фактор. А в доминирующих Казахстане вероисповеданиях, исламе и христианстве самоубийство – это серьезный грех. И да, на той же карте видно, что чем религиознее регион, тем меньше там самоубийств. Но что первостепение? Почему на юге суицида все-таки меньше? Почему также в Казахстане чаще заканчивают жизнь таким образом люди из сельской местности, чем в городах, хотя общемировая статистика обычно показывает обратное? Еще раз, я тут перечислил только несколько потенциальных причин, скажем так, из общемировой практики. Но хочется детально разобраться в этой проблеме именно сквозь Казахстанскую призму. Почему у нас именно так, и чем Казахстан в этом смысле схож или отличается от других стран? Вот тут мы и понимаем, что нам нужна больше информации, поэтому в том числе обращаемся к вам за помощью. Внизу в описании вы найдете небольшой опросник на эту тему. Он для всех, не только для людей, склонных к суициду, а прям для всех. Я буду сильно благодарен, если вы перейдете и ответите буквально на 10 вопросов. Соцопросы, несколько тысяч человек из разных уголков страны – это уже неплохая выборка, на которую мы и дальше сможем опираться. Еще мы со всем, а дальше мы действительно будем заниматься этим сериалом вместе, ищем специалистов. Компетентный практикующий Казахстан врачей, психологов и наркологов, которые готовы помочь нам в своей позиции по этим вопросам, подкрепленный опытом работы с людьми из зоны суицидального риска. Напишите, пожалуйста, нам на почту, она есть в описании. И да, последнее, самое сложное. Еще мы ищем героев для сюжетов, которые или имели неудачный опыт в попытке суицида, или часто всерьез задумываются о такой попытке. На условиях анонимности мы бы хотели с вами пообщаться, возможно, приехать к вам в город, поселок или аул и поговорить о вашей жизни. О том, что вас побуждало или побуждает к такому шагу. Понять это нам кажется очень важным, ведь только через понимание можно найти выход. Все у нас на сегодня, короткий выпуск, но опять же повторюсь, надеюсь, он перерастет в сериал, и впервые в жизни канал «За нами же выехали» окажется небесполезным. Подписывайтесь на «За нами же выехали». Всем спасибо, всем пока.